всем привет это игра farming simulator обзор курс плея точнее маршрутов на курс play для курс play и сегодня у нас имеется вот такая бочка навозная мы с вами будем транспортировать и продавать навоз навоз вот а для этого нам потребуется курс play вот мы выбираем транспортировка и продажа ну и собственно надо рисовать рисовать маршрут вот здесь у нас начнется наверно где-то старт вот с этой точке вот давайте возьмем немножко навозу чуть-чуть много не будем брать вот допустим 1600 нам достаточно будет ну и собственно отправляемся отправляемся в путь давайте закроем вкладку вот и собственно вот так вот едем до места на разгруза вот это у нас карта еленовка здесь мы можем продавать навоз на других картах такой возможности нету ну правда денег много не приносит но все равно все равно в принципе очень даже хорошо хоть не надо будет вот эти вот смотреть на эти заполненные бочки на эти надписи вот у нас все время будет все чистенько аккуратненько и не будет нигде вонять говно вот поэтому вот это вот очень удобно удобно и в принципе можно транспортировать от данные навоз скажем так ну в данном случае на теплицы где а собственно у нас а ребята покупают данные навоз ну в не ребята вот этот вот паренек темно темнокожий вот смотрите сюда мы подъезжаем вот здесь у нас а будет продажа этого навоза ну и собственно едем обратно я еду вот так через город и собственно там же вот развернусь тем же маршрутом проеду вот единственное я пишу маршрут не так чтобы он нон-стопом гонял а скажем так ходку сделал и все вот почему потому что предпочитаю чтобы немножечко на заставалось мало ли вдруг она нигде то что то понадобится у нас представьте все продано поэтому не очень это интересно также здесь есть одна хитрость если у вас есть маршруты такие которые в принципе чистенько используются ставьте вдоль дороги бочки с топливом в принципе грубо говоря заправки чтобы при проезде мимо можно было заправиться если у вас пустой бак то есть курсплей понимает это и он вот здесь вот останавливается вот если в поле зрения его заправка ну вот сейчас в поле зрения на не попало так если она попадает то в принципе он останавливается и заправляется поедем мы по тому же маршруту но только чуть-чуть в конце мы сместимся в другую сторону для того чтобы нам не разворачиваться на биогазу а заехать просто с задней стороны с черного входа скажем так вот и не мешать в дальнейшем работе там погрузчика либо допустим если у нас какая-то сечка там привозится другими машинами или там наоборот вывозится уже готовый силос то есть вот таким вот скажем так круговым объездом мы возвращаемся вот сюда вот на то место где у нас собственно все и начиналось и ставим точку если надо сохраняем обязательно вот забрать из бункера ставьте жидкий навоз ну так как вы жидкий навоз перевозить обязательно ставьте вот эту вот фишечку дальнейшем настройках здесь ну в принципе не знаю ничего не нужно все в принципе есть поэтому собственно запускаем запускаем маршрут вот он он остановился здесь а здесь я в принципе вам надо будет нажать кнопочку чтобы пошел а пошла заправка навозом вот я предпочитаю именно так действовать чтобы он не вывозил совсем весь навоз чтобы хоть чуть-чуть у нас с вами оставалось вот смотрите сейчас он заполнит и как только будет сто процентов заполнено собственно поедет поедет по маршруту вот мы даже смотрите сейчас как поступим я слезу с этого грузовика грузовика и следом поеду на камазе следом поеду вот на этом камазе и собственно продемонстрирую вам то что действительно я не управляю данным грузовичком вот по моему он уже отправился что а нет еще стоит еще стоит вот он он отправился смотрите мы следом за ним едем вот и вы видите видите что все в принципе работает единственное сейчас посмотрим как он будет ну тут тут надо просто поаккуратнее наверное ехать я неаккуратно наверное ехал здесь может его разворачивать ну в общем желательно скорость конечно снижать снижать скорость потому что во первых тяжелый прицеп ну естественно длинный длинный его периодически заносит но он подруливает вроде молоток вот видите да я не управляю данным грузовиком просто еду следом на камазе за ним давайте его попробуем отдогнать обогнать если конечно нам позволит это конечно позволит у него ограничение это 50 километров в час у нас этого нет вот хотел я ему подрезать удержался удержался вот давайте здесь его подождем потому что здесь самый ответственный момент будет ли он сливать данный навоз и посмотрим сколько денежек за данный навоз нам принесет вот видите его немножечко штормит штормит вот поэтому желательно конечно снизить километров на 10 вот это вот ограничение по скорости вот он достиг места разгруза видите он потихонечку подъезжает сейчас он становится и будет вот он хотел я его уже протаранить вот видите он уже сливает сливает навоз и без моего собственно участия вот ну и как видите денежек дается не так много как хотелось бы но все же все же лучше чем ничего а естественно на обратном пути мы за ним проследуем давайте я запрыгну сейчас в кабинку к МАЗу 20 тонн у него всего лишь вот видите и вот видите внизу достигнут пункт разгрузки то есть как вы видите я ничего не использую вот видите прервать маршрут то есть маршрут в принципе работает 14 тонн единственное вот то что вот он разгружается вот так долго если у вас здесь еще какой-то маршрут пролегает то это это печально это печально почему потому что ну будут таранить будут таранить будут таранить нещадно таранить и собственно будут возникать проблемы давайте вылезем вылезем из этого МАЗа сядем в КАМАЗ и дождемся когда он уже поедет чтобы нам за ним следом проследовать так было у нас по-моему что-то я не помню сколько у нас было денег ну не а вот 300 долларов нам дали 300 долларов стоит 100 долларов стоит 10 тонн и 10 тонн навоза ну вот видите как собственно я ехал так он и следует следует вот подтолкнули немножко чтобы шевелился побыстрее вот собственно вот такой нехитрый маршрут сложного ничего в этом нету это была транспортировка навоза здесь ничего сверхъестественного нету но опять же данные маршрута не на всех картах потому что не на всех картах присутствует продажа продажа навоза но вот таким вот макаром можно ну вот видите да занесло его он чуть было в дерево не врезался вот это просто неаккуратная моя запись маршрута ему такие вот козни строят вот в следующем видео мы наверное будем уже удобривать поле вот она наверное будет удобривание поля состоять из двух маршрутов один маршрут мы сделаем как просто подъезд к полю и удобривание и второй будет у нас маршрут уже комбинированный то есть мы будем комбинировать записывать два маршрута и объединять их в один вот видите он остановился возле заправки и заправляется видите заправился чуть-чуть но там чуть-чуть не хватало и он поехал видите все полно опять его начинает кидать но мы за ним до конца не поедем мы свернем на биогаз прямо здесь а он поедет вокруг естественно так ну вот ну вот собственно такие вот дела ой ну вот вы видите да он поехал через тот дальний въезд как собственно мы рисовали маршрут и вот он там заезжает давайте подъедем встанем вот здесь вот сдавил наехал на ногу вот он подъезжает и здесь вот он остановится видите здесь не будет такого что он опять начнет заправлять он схоп все остановился и ждет ждет команды на заправку опять нажимаете буковку и вот смотрите пошла заправка как только он заправится он отправится снова вот поэтому видео мы заканчиваем по-моему все предельно ясно я вам объяснил если какие то вопросы возникают пишите в личку либо в комментариях обязательно отвечу обязательно помогу если собственно смогу на этом видео заканчиваем ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока